Всем привет! Это новый эпизод модельных дневников. Меня зовут Катя. Это прекрасная Настюша. Мы вас поздравляем с началом осени. Сегодня мы поговорим о выездной съемке, как ее организовать и поделимся самыми нужными лайфхаками и секретами. У нас летом была съемка с ребятами, с нашими студентами из Model Point. И мы как раз покажем вам сам съемочный процесс, готовые кадры, готовые видео и расскажем, как все-таки добиться классного результата и сделать крутейшую съемку. Настюша, скажи, пожалуйста, какой самый первый пункт для организации такой съемки? В первую очередь нужно заинтересовать участников. В данном случае это были наши ученики, невероятные ребята. И для начала мы выбирали саму локацию, концепцию, тематику съемки. Какая была тема съемки? Какая тема была съемки? Были как бы по факту модельные тесты, но стритовые. То есть у нас не было прям чересчур чего-то там в плане макияжа, причесок. То есть они были в принципе такие, как есть и в жизни, просто образы не совсем для повседневного. Мне кажется, что мы пытались запечатлеть последние моменты лета, потому что все были такие яркие. Такое вот летнее настроение сохранить. Второе. Нужно выбрать локацию, где будет классные кадры, где будет широко и будет подходить для одежды и исполнителей. Мы выбрали, кто знает в Харькове, Диржпром. Центр города. Центр города. Оно было серым, скучным, но масштабным и очень интересным по своей конструкции. Да, ну такая артистатура довольно такая, прямые углы, белые, черные. И без какой-либо зелени, потому что, как бы там ни было, но в портфолио фотографии с зеленью, ну, не лучше. И я скажу, что в принципе зелень, она еще съедает фокус, потому что... Да, да, и еще плюс цвет лица. И мы вот решили взять эту большую локацию, и они были именно такими яркими пятнышками. Следующий пункт, естественно, нужно же уже выбрать день и время, когда это все сделать, чтобы было удобно и ребятам, и нам, которые были... И фотографам. И фотографам, конечно, фотографам в первую очередь. Дату выбрали мы изначально брали понедельник, но потом в мою голову осенило то, что в воскресенье, возможно, не будет людей, будет меньше людей, машин, и нам будет вообще проще. Не функционирует поэтому... Сделать в 10 начала. Ну, естественно, и бывают различные форс-мажорчики, где там... Кто-то проспал, кто-то... Кто-то... Просто мы долго там что-то думали, переодевались, в общем, образы были полностью с головы. Про них чуть-чуть позже. Бывают всякие ситуации, бывает фотограф вдруг там резко, не знаю, заполел, или еще что-нибудь, или из ребят кто-нибудь не пришел. То есть к этому... А, это мы еще не красились с визажистом, мы красились самостоятельно. Нужно более-менее как-то спокойно, адекватно принимать любую ситуацию, если она уж так случилась. В принципе, я бы советовала оставлять хотя бы там полчасика запаса, не делать все тык-притык, чтобы у вас там уже, не знаю, вы еще не успели сделать визажистый макияж, и там уже вся готова площадка, уже там все звонят и ищут, где вы находитесь. То есть это если касается там глобальных выездных съемок, или там на дороге, на дороге там бывают пробки, например, потому что нам от агентства тут километр. Это было рядышком, поэтому... Ну, если вы там едете куда-то за город, в поле куда-то, в другой город вообще, то есть вы должны учесть то, что это бывает дорога, бывают какие-то... Ну, выстроить просто свой тайминг за пасиками и все. И мы как раз плавно переходим к образам. Настюша у нас была стилистом на съемке, и вот она нам сейчас расскажет, какие у нее были идеи, откуда она черпала вдохновение. В одном из клипов я увидела такой прикольный, типа, одежде разноцветной, очень старой, такой прям как Элвис Пресли, что-то в этом подобном стиле, с очками трешовыми какими-то. Короче, прикольные были образы у ребят, и эта картинка у меня прям вот перед глазами была, и я начала у всех спрашивать, есть ли какие-то цветные вещи, там, свитшоты, футболки, все что угодно. Пошел в ход и мой гардероб, я никогда этого не скрываю, что беру свои вещи. Также у меня есть свой мини-магазин, в котором я тоже иногда беру вещи для съемок. Следующий пункт, это как раз после образов реквизиты. У нас это, в принципе, были просто какие-то аксессуары, либо мы выстраивали именно на образе и локации фотографию. Но если вам нужны там старые какие-то книги, цветы, шляпы, ткани, какие-то, не знаю, вот сейчас очень модно делать фотографии там в поле, там, пастельное белое белье, разложили какие-то там инстапикники, то есть всякие корзины, фрукты, овощи, то есть вот это вот все должно быть продумано. Я всегда пишу в заметках, чтобы потом отмечать, взяла я это, или когда я потом уезжаю в съемки, проверю, чтобы я все забрала. То есть я по списку все проверяю. И составлять перед этим какие-то мудборды даже в Пинтересте, чтобы вдохновиться идеями, показать ребятам, какие мы хотим образы, какие мы хотим позы, настроение. То есть чтобы, ну, наглядно это все показать. Ребят позвали с нашей школы Model Point. Это были наши студенты самые новенькие, самые такие вот еще неопытные. Неопытные, да, но им очень сильно понравилось, и я хочу сюда вставить каждого из них в отдельности, в принципе, немножко рассказать о их образах. Наверное, начнем с девчонок. Ну да. Давайте с девчонок. Аня у нас уже выпустилась, да, она уже выпускница. Несмотря на то, что у нее, она всегда такая более скромная, чуть-чуть даже не то чтобы зажатая, но не очень сбалмошная, такая спокойная. Захотела ее раскрыть, подорвала. Да, и как-то так получилось, что на самом деле я не планировала именно этот пиджак одевать на нее, но потом, когда я увидела, как она сочетается с этими штанами, это было круто. Еще этот леопардовый у нее был платок, он был предназначен для головы Наташи, но оно пошло на шею Ани, вот так вот оно все происходит. И она в этом образе была очень даже секси-кошечкой такой. Кстати, пиджак и пару вещей, это все магазин антербара, вот, скрытая реклама. Нет, эти вещи, которые она дала, они стали именно вот прям изюминкой. Да, да, потому что все, которые мы собирали, они были яркие, да, но они были все же вот более спокойных таких тонов, а там этот неоновый вырви глаз просто. Сейчас мы к нему подойдем. Подойдем, да. То есть суперклассно, спасибо за сотрудничество, мы довольны и все довольны. Следующая девочка у нас была, вот как раз мы подойдем к Маше с ее зеленым неоновым краб-топом. Она у нас, скажу, воздушная гимнастка. Ее вот таланты помогают ей, кстати, в фотопозе, она всегда придумывает какие-то нестандартные классные позы. Эти гульки тоже, пришла с этими гульками, мы все были, да, это просто такая сладкая. Следующая наша красавица это Эвелина, которая была в таком красивейшем просто белый такой тренч. Она была такая эвеганская, но при этом немножко дерзкая и такая вот как свободолюбивая. Правда, вот в этом образе она открылась лично для меня вообще по-другому, не знаю, думаю, для тебя тоже. Последняя наша девушка это Натали. Тоже скромняшка Натали. Разбывательница сердец, я ее так называю. Когда она ко мне, первый раз вообще мы с ней познакомились, я увидела, что передо мной сидит, блин, такая красивая девочка. Ну такая, она прям американская girl такая. У нее, кстати, был вместе с Эвелиной такой именно уже предосенний образ. Более холодный такой, да. Сентябрем. Не образ был максимально повседневный, в принципе, так можно ходить по улице осенью, весной. Она еще, у нее цвет волос такой русый, она сама по себе очень светленькая такая, и она очень классно в песочном таком, очень крутой гармоничке смотрелось. Переходим к нашим мальчикам. Boy, boy. Ну мальчики у нас вообще в этом составе. Это даже сезон, можно так сказать. Да, это просто... Это еще 20-й наступил, и к нам пришли такие шикарные хлопцы. Денис у нас, я вставлю все-таки в это видео, все его называют копией Джонни. Возможно, вы тоже найдете сходство, как и многие люди. Мы надели на него этот гольф, вроде бы прикольно, но чего-то не хватало. И он сам одел черную сумочку, сказал, может быть так? Я говорю, да, чувак, именно так. Есть у него такая вот перчинка, которую он везде в работу добавляет. Мне кажется, что больше даже его внешне добавляет ему еще перчинки, плюс. Да. Я хочу перейти к его противоположностям, к Лёше. Как делать к Лёше? Который блондин, голубые глаза, максимально вообще две противоположности во внешности. Они оба очень классно работают, и вот Лёша тоже не боится экспериментов. Вот даже то, что ему пришлось залезть на крышу, посреди города. А он это сам, по-моему, предложил. Он просто, мы говорим так, Лёша, иди в кадр, он просто не заходит в кадр. Он залетает. Еще хочу отметить, что Лёша и Наташа классно отыграли эмоции в стори, там пару кадров тоже есть. Ну, вы это все видите, поэтому наслаждайтесь. Увидите. Они просто шли за руки, но это было так мило, так романтично. И вот взгляды были именно вот то, что нужно. Класс. Хвалю. У них там любовь? Не знаю. Как думаете, у них любовь или нет? Наверное, перейдем к более строгому Дане. Он в образе, он очень вжился в образ, и мне очень нравилось на съемке то, что он прям не останавливался двигаться в кадре. Он танцевал, правда. И все позы получились очень такие вот неломанные, прям плавные, вот такие вот изящные, ну классные при этом. Да. И у него был более такой какой-то строгий и суровый образ. Сдержанный вообще, вот без ничего лишнего. Но при этом он отыграл эмоциями просто восхищался. Да, у него было на самом деле максимально расслабленное лицо, что очень важно, прям очень. И вот он был таким каким-то вот чуть-чуть пафосным на съемке. Хотя вот в жизни тоже нормальный простецкий пацан, вот. Но именно в этом образе он был вообще, вообще-вообще полностью в противоположности. И последний наш участник съемки. Трестик Клаб. Наш украинский Стефан Сальватор. У нас одни, да. Кто-то Джонни, кто-то Сальватор. Нормально, надо этим еще найти. В этой съемке, мне кажется, вот он просто набрался уже какого-то своего опыта. И вот он очень правильный. Вот ему надо, чтобы было правильно. И сложно правильных людей переучить, чтобы это можно сделать. Можно косячить. Да, да, да. Но он косячит и косячит хорошо. То есть оно идет на пользу. И образ у него был такой гавайский мужчина. Не хватало какой-нибудь, не знаю. Шляпы. Шляпы, да. Надо было в салоне. И от этих вот... И марок... И марокас. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хочу сказать классную штуку, что они друг друга поддерживают. Вот тот же Леша и Денис, так как они друзья. Они вот как... Леша и Денис у нас друзья. Эвелина и Ростик у нас брат и сестра. Да, то есть вообще это такая... Семейная военная съемка. Да, да. И вот даже ребята, которые только познакомились здесь, они тоже вот там и переодеваться помогали. И там кому-то что-то подержать. Ну, классно вообще. Да, говорят, что мы как бы вдохновляем людей, моделей на какие-то новые их свершения, именно студентов. Я всегда говорю, что это наоборот меня студенты вдохновляют. Потому что если... Я вижу, какие вот и парни, и девочки у нас в этом именно выпуске, они такие все старательные. Они всегда вот... Если ты им скажешь что-нибудь, они сразу это исправляют. Они пытаются максимально классно выложиться. И из-за того, что они вот так вот стараются, хотят узнавать что-то новое, мне хочется им давать больше и больше и больше. И вот максимально быть причастной ко всему этому процессу. И когда я писала, например, то, что... Ой, классно, ребята, я буду с вами на съемке, я вам поснимаю там видео. Я хотела специально сделать выпуск вместе с ними. Они были настолько счастливы, что я писала... Куча смайликов, куча всего. Да, что мне было... Самое настолько... Еще в разы стало вдруг приятнее. Они дают мне вот эту вот всю любовь взаимную. Вот максимально много. Да, самое сердце. Сердечко. Давай вместе так вот сделаем. Давай, вот так. И сейчас вы увидите конечный результат. наше итоговое видео со съемки, которое сделала Настюша. Два часа. И фотографии, которые сделала Катюша. Да, да. Вот, и сейчас просто можете вместе с нами насладиться этим крутейшим итоговым результатом. Я смотрела, честно. Это не только потому, что я это делала. Вот я кайфую не от монтажа больше, а от этих классных, блин, ребят. Как можно вытягивать. Все, смотрите, смотрите, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я искренне надеюсь, что первый выпуск осени вас максимально вдохновил. Мы пытались сегодня не только поболтать и рассказать что-то полезное, но и показать, как это все происходит, чтобы вас вдохновить. Пока есть сентябрь, есть хорошая погода. Давайте еще. Давайте выходить на улицу и делать крутые кадры, пока не настала зима холодной, и захочется только уюта и теплого чая. Мы вас очень сильно любим. Как видите, мы с вами не прощались, мы вернулись. И сентябрь, и октябрь, и ноябрь, и дальше мы всегда... И жизнь продолжается. И мы всегда будем вместе с вами. Все, давай, последнее сердечко уже у нас сегодня много любви. И посылаем любовь к ребятам, которые были на съемке. Ребята, вы просто крутейшие. Любовь крутейшая. Пока-пока!